Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого? Это значит, что вы на канале Лёша Играет и давненько не было ФФА сериалов по шестой циве. Вот он, пожалуйста. Тем более, что я смог взять одну из цивилизаций, точнее одного из лидеров из нового набора Лидер ПАС Зингум Банди. Я вам уже за неё показывал прохождение на божестве. Вот решил проверить, как оно будет против живых соперников. ФФАшечка на восьмерых. То, что выбрали мои соперники, вы видите на экране прямо сейчас. Играем с монополиями, корпорациями и варваровскими кланами, но без случайных технологий и без случайных социальных политик. Ссылка на обзор этого лидера в прикреплённом комментарии. Там же ссылка на плейлист со всеми сериями этого прохождения. Это специально для моих спонсоров, которые всё прохождение видят сразу. И там же ещё ссылка на плейлист прохождения за этого лидера на божестве. Спасибо за просмотр, спасибо, что поддерживаете. Особое спасибо спонсорам канала. Вступительное слово закончено. Приятного вам просмотра. Так, ББС сработал, минимум 12 клеток. Так, континент Азия. Я спрашивал, появляется ли Крея на воде. Появляется. Я спрашивал. Ну, он появился как раз на воде. Нужно странное, конечно, место. Ну, нам бы пантеонно-тропические леса взять, но в принципе у нас вообще нету картинок, что-то рядом. Но я всё равно... Не, может мне лучше подвинуться вот на одну, хотя бы сюда, чтобы три еды было. Ты там взял что-то взял. Ты взял Дед Дону, а я взял Корею. Ну, всё нормально же. А, Корею? Нет, я тебя спрашивал за Кри, за Паунмейкера. Блин, нормально у меня в двух клетках от поселенца уже варвары. Ладно, сюда встану. О, ещё к горе к тому же подошёл. Тут овечки. Олени означают, что можно попробовать будет... Эту... Как его? Артемиду, Артемиду. Так, ну, ещё у животноводства у нас не случайные. А вот корпорации, монополии и варварские кланы есть. Ещё рекорд. Блин, а на второй ход уже сразу рекордный паводок. Чё-то, походу, интересная игра будет. Ну, надо сразу, наверное, убивать этот лагерь. Самое главное, чтобы скучно не было. Так, о чём даёт... Воинов. Что так, два хода, что так, два хода, нужно вырастить. Ни одной нации на войну не было. Что-что? Ни одной нации на войну вроде не было. Блин, я даже не посмотрел, что вы там выбрали. Да, я тоже не видел. Не, ну, почему, Дидона, вот если кому... По-моему, Дидона же кто-то был, брал, да? Да, да, Дидона есть. Вот, если кто-то на воде будет... Чё не повоевать Дидоной? А я мирный. Где-то говорят. Мирные Дидона не берут. Так, письменность. Ну и смысл вот в письменности. Если и так мы точно кого-нибудь встретим. О, ещё олени. Ну пока вот где-то на этой реке надо ставить. Так, пожалуй, ещё разведчиков пока. Так, Аполло, поставь на кнопку микрофона. А то ты постоянно что-то там шуршишь сандаликами. А, прошу прощения. Это ноутбук шумит. Так, а вот что нам дальше открывать? Ну, вырубку. Ладно, пока горное дело. Нам бы, конечно, в астрологию скорее стоило пойти. Может реально в астрологию идти? Ну... Там лагерь где-то не находил по пути? Так. Варварский. Пока так. Посмотрим следующим ходом, что я хочу строить. Вон сверху вода. Лахор первым нашли. Ну, Лахор... Этих даёт... Уникальные юниты. Как-то не ханги. Ну, такое мне сейчас... Зачем? Так, следующий я буду рабочего строить. Так, сюда... Прыгнем. Так, строитель три хода. Так, два, да. Давайте за два хода построим. Ну, привет, здесь дома. Привет, привет. Где-то там чудо есть? Чудо? Да. Не, не, чудо нету. Я на воде, я на вызерни, переживаю. Ну, давай, тогда будем карманиться. Давай карманиться. Там уже люди повстречались. А ты сверху или снизу пришёл? Вверх. Ну, у нас место должно быть у всех, потому что минимум... Алгоритм сработал, что минимум 12 клеток было написано. А, да, это не море, слушайте. Просто озеро. Кстати, тут хорошие места для города. На озере только решить, где ставить. Ну, и что-то я ещё ни одной руинки не нашёл. Как-то обидненько. А вот она. Так, пошли-ка в астрологию. Три лагеря вокруг столицы. Тут точно нам религия нужна по любасу. Прикольно, век выйдешь. Ну, ещё американец, это четвёртый получается. А у вас Америка варвары, да? Ну, пока да. Пока ещё не развился до уровня. Так, нам точно нужно лошадей, наверное, сначала обработать. Или сначала оленей пойдут, подождите. Может, оленей сначала. Я бы, наверное, сначала вот здесь рудник сделал. Тут лошадей, а потом олени. Снова я Артемиду-то пока не могу строить. Тут без разницы. Встану, конечно, всё равно тут без разницы, где стоять. Откуда забирать руинку? Не, вот там всё-таки море будет. Видите, дельта реки. Так, ну чё, посело уже можно делать. В принципе. Ну, какой-то старт такой. Вообще много лесов для вырубки. Не луга. У нас тут равнины. Пантеон пока только, если соседство тропических лесов выглядит. О, руинка. Так, тут. Чё, да. Нам, конечно, реликвию было бы круче всего. Чики-крики, привет. Привет, привет. Народная торговля ускорена. Ранняя империя ускорена. Это, блин, ускорение ранней империи хрень полная. Ну, это шесть жителей мне надо. То есть я в руинке нашёл ускорение ранней империи. Я бы её и так, и так ускорил. Ну, серьёзно. Интересно. Слушайте, вот мёд, походу, вообще первый ресурс роскоши, который я нашёл. Блин, вообще какая-то генерация карты странная. У меня у столицы ни одного ресурса роскоши. Это нормально вообще? Только в третьем радиусе. В трёх клетках точно должно быть. А-а. Ты умеешь? И я сейчас вообще на одиннадцатый ход вообще, в принципе, нашёл первый ресурс роскоши. Это прикол какой-то. О, не может быть. Чё-то криво как-то очень. Во-во. Вот и я возмущён. Трудовая повинность. Чё, ты нашёл какой-нибудь? Где-то она. Я, я нашёл. Ну, вот тут ещё, конечно, может быть, в третьем радиусе. Ну, посмотрим. Ну, так, в принципе, нету ресурса роскоши. Получается вообще. Да, ну, это что-то... Вот это как раз не дело. А как расти без счастья? То есть, вот я вижу алмазы. Вот я вижу мёд. И вот я вижу янтарь. Всё. Всё. Ну, вот была у меня ещё одна клетка, не исследована в третьем радиусе. Теперь официально у меня в третьем радиусе от столицы нету ни одного ресурса роскоши. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, ГГшка, походу... Не, подождите. Это, по-моему, чьи-то... Чьи-то границы. Чьи-то границы. Может, не встречать? Или... Нет, это чьи-то границы. Это не ГГшка. Кого встретили? Мониторы. Ну, Бе. Здравствуйте. Здорово. Ну, вот сюда надо идти, наверное, первый город, ну, типа, второй, точнее, город ставить. Потому что тут мед и янтарь хотя бы. Вот сюда ставим. Привет, Америка. Я бы, наверное, уже сразу еще поселенцы делал. Хотя, в следующем ходом переключусь на... Ну, и хотя непонятно... Пока непонятно, где... Алексей, а ты откуда пришел? Сверху. Ну, тут, конечно, пустыньки нормально у Нубии. А ты еще кого-нибудь встретил? Нет, никого. Нет, нет, никого. Так, ну, вот сюда пойду город ставить. Вот исследуем дальше территорию. Тут оленей обработаем. Тут я уже знаю, мы просто загрузились, там человек вылетал. Я просто знаю, что тут уже чудо будет. А, кстати, если я знаю, что чудо будет, так давайте астрологию отложим. Раз такое дело. А тут Нубия. И снова здравствуйте. Дежавю какой-то. День сурка. Так, а что я тут хотел? А, сразу поселенцы еще одного. Мериканец принимает дружбу. Давайте нажимайте. Просто пока непонятно, какой пантеон нам выпадет, поэтому и непонятно, где ставить священное место. Если будет, как он тропические леса, то и сюда поставлю. А если не будет, то надо думать будет. Давайте пока тут исследуем до конца. Загорелись. Прямо возле столицы. Хорошо живешь. Я не думаю, что вот на эти территории как-то Нубия будет претендовать. Им же... Ему же выгоднее на пустыньки ставить. Нубия точно возьмет на соседство пустыни. У него тут, конечно, шикарное. На соседство пустыни. Вот какая-то культурная ГГшка. Что, кстати, нам в плюс. Нам именно по куль... Стоп. Блин, мастерство не отложил. Молодец. Пожди, так я же астрологию откладывал. Что за хрень? А. Фу ты, я... Да, все правильно, я отложил. Мастерство не отложил. Молодец. Американец, прими, я верну тебе пять. Ой. Как-то меня странно перенесло. Так, ну походу... Финик, я же вот на место твоего разведчика. Вот это вот все наша территория. И, видите, слева у нас океан. А, да-да-да, я там далеко. Но ты не очень далеко. Я уже твою лояльность вижу. Я поэтому спрашиваю. Ну, смотри, я буду... Так, а когда у нас... Справа. Вот этой. А вот справа, где еще это? Откуда у нас 0... А, 10% от кабасы. Не вижу. Ну ладно, в общем, наверное, я... Алексей, сделочка, верну больше. Четыре. Ну, 100% вложения, нормально. С вашим банком приятно иметь дело. Так, давайте походим. Прикольно. У меня сейчас песчаная буря целиком над океаном ушли. Сколько там песка в этом океане. Строители дали. Кстати, в тему... О, Ереван. Ереван дает... А мы с руинками играем? Любые прокачки апостолам. Может попробовать религиозную победу. Ну, блин, тут нубия... Ну, блин, тут нубия... Ну, блин, тут нубия... С другой стороны. Спасибо. Так, я вот пойду за этим... Может вырубить пастбище здесь? Вырублю пастбище, а потом двумя обработаю мёд и янтарь для того, чтобы пастбище... Потому что тут... Если я здесь не поставлю священное место... Ну, короче, либо для кампуса то место нормальное, либо для священного места. В любом случае, вот этот... Этих овец надо отсюда убирать, я считаю. Блин, как же у нас... Смотрите, одной десятой не хватает. А дадут нам сейчас пантеон принять? Так, куда вот идти этим? Игра сюда предлагает. Ну, я вот сюда, наверное, ставил. Блин, ну чё, мне не дают... Не дают пантеон этим ходом? Давайте я на один ход отложу тогда строительство... Следующим ходом точно должны дать. Обидненько. И конец дружбы. И тропические леса взяли. Ну, тогда давайте, может, речную богиню. Что у нас тут ещё? На болотах так себе пастбище. Я вырубать скорее буду. Потрясающе. Тут не будет престижа, потому что тропических лесов слишком много. Геотермальных полей тоже хрень. Ладно, возьму речную богиню. Всё равно получается, сюда хочу поставить. Тут потом какую-нибудь рома... А, подожди, ромашка, ромашка. Американец, ты будешь дружбу принимать? Вообще, я думал, этим скаутом поселенца защитить. Честно говоря. Какие-таки приложения? Вместо этого ушёл оттуда. Да. Пока так пойдём. И давайте вместо... Нет, хотя письменность... Да, открываем. Давайте мореходство после письменности. Тут же лагеря нужны на Меду. То есть, не плантации. Приклониться. Чики-брикеты и фринч. Так. Тут вопрос. Сюда или сюда ставить город? Мне кажется, сюда надо. У тебя тут холм с другой стороны. Но тут быстрее можно пшеницу и... Ну и вообще апельсинки в третьем радиусе. Сюда поставлю. Пророка сколько читает. Что-то руинок мало. Я вот тут первый всё хожу и нету нифига. Да, все руинки подевались. Так. Тут давайте на юниты, может... Не, ну как минимум на производство. Или на строителей. Не, ну я тут проект почитаю. Блин, и шо, опять чуть-чуть не хватит в Золотой век выйти. Похоже на той. Вот видите, руинок нету. Так вообще ужас. Вот в чём проблемка. Откуда брать очки эпохи, непонятно. Нубия никого так и не встретила. Ну, видите, он пантеон на пустыню взял. Так, я бы, пожалуй, сразу апельсинку выкупил. Вернули. Сколько вернёшь? Двенадцать. Что-то снижаются процентные ставки. Уже 50%. Суммы растут. Спасибо, Миш. На здоровье. Так, ну я янтарь, наверное, обработаю первым. Хотя, блин, мог сюда зайти. Ладно. Тут будут стоять просто, чтобы варвары не появлялись. О! Блин, нафига я под квадрилему всунулся. Нубия берёт пророка. Так, ребята, у нас тут два пророка. А, уже одна принята. Так, окей. Просто, чтобы вы одинаково эти не приняли верование. Я уже взял, уже принял. Еще двое. Блин, вот под две квадрилемы встал, и прокачанный разведчик вздох. Молодец, блин. Привет. Ладно, постою. Нет, там вообще где-то у нас лагерь варваров. Вот тут сюда надо куда-то идти. Этим ходом берёт кто-то? Этим? Если этим, в следующем, то нубия, я вам вижу, будет основывать. Нет, этим, этим ходом. Этим, видимо, нет. Нужно ли нам вообще орошение? Вынудили меня рубить лес на религию. Кому расскажешь? Нам спешить с религией было некуда. Просто, чтобы она была, это да. Получается, не в моей религии. Так, а когда там денежка вернётся? Сейчас накапает, вернётся, значит. А то мне тут уже самому нуло. Так, а он что взял? Американец-то вообще близко или нет? Вернулась. Здравствуй, Греция. Прием, можно учись нашей долгой... Ну что, давайте кампус уже построим. Закинуть дидони сороку на монету. На хадал 5-6. Чё нет? Ой, подожди, а ты мне что-то предложил? Я чё-то... Блин, я закрыл предложение каким-то образом. Чё ты там предлагал? Возвращал. Кинь ещё раз, пожалуйста. Аполло, я тебе сейчас кикну из Дискорда. Скорее, что скажешь? Хорошо, что не из жизни. Пере сколько вернёшь? Ну, у меня Акатона... Сидит, кликает. Мы это всё слышим. Ну, окей. И потом жду каравана. Да, блин, ты прикалываешься. Дай религию основать. Караваны, а не корабли. Чизос. Караваны на Джонка. Чё тут ходят вообще? У нас что, Индонезия есть? Ой. А как они зовутся? Ну, ты понял. Брирены. Точно. Магнуса. Блин, хочется ещё Артемиду построить, на самом деле. Чё тут ни хрена не меняю. Так, ну поселенцев без Магнуса мы не будем строить. Может, стоим, наверное, денег мало на покупку. Так что производство возьмём. И тут, наверное, юниты ещё построим. Или вообще давайте морских. А если я рядом с салоном поставлю... Может, попробовать... Успеем я галеру, интересно. Четыре хода. А за три хода я могу успеть? Производство, производство. Если выкуплю эту клетку, наверное, следующим ходом попробуем. Алексей, видишь меточку? Что-что? Да, ставь. Я то не буду ставить. Ну, я в ту сторону уже не буду ничего ставить. А, блин, он, правда, алмазы заберёт эти. Скорее всего. Блин, ты задолбал. Дай религию основать, тварь. Посижу дома пока. Предложение, Алёша. Там надо... Осталось исследовать. И, в общем-то... Тут ещё не исследовано. Но вообще место у нас до хрена, да? В принципе... Сосед вообще один. Ну, должен тут кто-то быть. Нам, наверное, вот туда вверх надо идти. Ну, это какой-то прикол вот с этим варваром. Причём он не с этого лагеря, который я уничтожил. Так, подождите. Я же хотел клеточку выкупить. Блин. А, ну всё равно за один ход построится. Так, галера будет. Так, и у нас очки эпохи тоже есть. Тогда я бы... Знаете что? Я строю галеру, мне хватает очков для золотого века. Тогда мы религию в следующей эпохе будем основывать. Не торопимся. Какой-то прикол. Просто варвар не даёт основать религию. Я такого ещё не видел. О, нафига я стрельбу из... А, для Артемиды. Слушайте, давайте попробуем Артемиду сделать. Сейчас очки эпохи дали за кампус хороший. О, плюс три. Так, слушайте, уже надо открыть всё-таки Орошение. Правда, я смогу его ускорить. Орошение, один ход пооткрываем. Махенджи Даро, по-моему, даёт эти... Да, полное жильё от воды, что в моём случае не особо важно. У меня тут есть, где ставить города на воде. Какой-то вот сюда иногда город будет. Ну, конец-то убился, блин. Так, только не основываем религию. Видите? Далее как раз плюс два за лодочку. Не, ну пока вроде развитие норм. С другой стороны, не очень понятно, куда тут дальше двигаться. Ну, плюс десять процентов, конечно, приятный бонус у Конга. Артемида нужна, потому что у меня тут выглядит так, что мало счастья будет. И для столицы хоть какое-то счастье от Артемиды. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Причём вот эти, возможно, я даже удалю. Не знаю, очень странное поведение скаута было. Я такого не видел. Он стоял, тут сначала убивал меня, пророка убивал, убивал, убивал. Потом убился об город государ... Об столицу просто. И всё. Странно. На этом пока всё. Спонсоры канала продолжения могут поискать прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на который в прикреплённом комментарии в описании есть. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.